Депутаты Совета городского округа город Красный Луч 30 ноября собрались на очередную шестую сессию. Перед началом заседания глава городского округа проинформировал всех присутствующих о ситуации в городе, которая возникла в результате неблагоприятных погодных условий и устранения последствий. С 27 ноября после прохождения сильных ветров и стихии на территории города Красный Луч остались обесточены порядка 162 трансформаторных подстанций. Общее количество населения доходило практически до 16 тысяч, которые остались без электроэнергии. Также сюда входили социальные объекты, отключенные были школы, садики, но не только от электроэнергии, автоматически остановились тоже и котельные. Сразу же 22 числа по территории города было подключено в работу аварийные бригады. Это аварийные бригады РСК в высоковольтной части тоже направления. По энергетике работали 10 бригад, по ДРСУ были подключены 2 бригады по уборке деревьев, которые завалили дороги, завалили линии электропередач, обрывы проводов происходили, падения были на газопроводные трубы. В первый день было убрано порядка более 30 деревьев. По трансформаторным подстанциям уже на сегодня, на 30 число, на утро у нас осталось 10 трансформаторных подстанций, которые еще не запущены, не подключены РСК специалистами, а также более 100 массовых заявок и более 70 заявок. Это одиночные заявки на отключение электроэнергии частных домов, именно частного сектора. Работа в данном направлении ведется. Сегодня также было направлено письмо на Министерство топлива и энергетики, на министра с целью оказать содействие в выполнении и выделении дополнительных аварийных бригад для организации работы по восстановлению электроснабжения на территорию города Красный Луч и подведомственных районов. Стихия затронула не только электроснабжение, а также затронула и соцобъекты, именно квартирные дома, именно кровли. Были повреждения шиферной кровли, там парапеты, коньки. На сегодняшний момент также были организованы работы и муниципальными предприятиями, и ЖСК УСМД по восстановлению кровель. Уже на сегодняшний момент восстановлено 25 МКД, ведутся работы на социальном объекте, это сегодня школа искусств Петровская, также ведутся работы на других культурных объектах. Порядок цифр, чтобы понимание было, около 120 домов пострадало именно по кровлям, это МКД, а также социальные объекты. Из девяти объектов культуры на сегодняшний момент уже восстановили, там где-то были небольшие повреждения, порядка семи объектов, и работа в данном направлении сейчас тоже ведется. По образованию тоже работы будут начаты после выполнения работ на Петровской школе искусств. Работы запланированы, для этого на сегодняшний момент прилагаются все усилия, чтобы восстановить повреждения и допустить минимальные подтопления, которые все равно, я так понимаю, будут возможны в данной ситуации, потому что погодные условия ухудшаются. Опять ветер незначительный, тем не менее, сегодня уже и снег, и дождь, поэтому где-то подтопление все равно, я думаю, что будет возможным. На повестку дня сессии было вынесено несколько вопросов. Депутаты единогласно утвердили квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Краснолуч. Утвердили типовую форму трудового договора с муниципальными служащими, порядок ведения их личных дел, приняли положение о муниципальных должностях и лицах, замещающих эти должности в органах местного самоуправления. А также председатель Совета городского округа ознакомил присутствующих с тем, что в Совете созданы две депутатские фракции – Всероссийская политическая партия «Единая Россия» и Луганского местного отделения политической партии «ЛДПР». Новости телеканала «Луч».